Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Ереван сегодня обсуждает принятую резолюцию Европарламента, по которой Армения может стать кандидатом Евросоюза. Скажите, насколько это важно для Армении в нынешней обстановке? Потому что Армения не примыкает к странам Евросоюза непосредственно. Это первое. Второе. Евросоюз старается не брать страны. Окончательно не брать. Не включать в качестве кандидатов. Они окончательно не брать. В которых не урегулированы территориальные споры. Поэтому нужно, если Армения собирается в Евросоюз, ей нужно окончательно, как помните у Булгакова, самая железная бумажка, непробиваемая бумажка, должен быть некий документ, который определяет, где Армения, где не Армения. Да? Который будет признан и Евросоюзом, и ООН, и Соединенными Штатами. Если это возможно, то вступление в Евросоюз, как бы, опять же, мне как российскому политологу это было не неприятно, это большой шаг вперед. Потому что Евросоюз старается поднимать уровень жизни стран-кандидатов, вкладывает в это довольно немалые средства. Другой вопрос. Чем за это придется заплатить? Но это станет ясно позже. Да, понятно. Первым отреагировал Баку, кстати, на резолюцию, назвав ее ярким примером двойних стандартов. Между прочим, за резолюцию голосовало почти абсолютное большинство Европарламента. Тогда о каком двойном стандарте может идти речь, Дмитрий Анатольевич? Как можно за Баку отвечать, не зная, что они имеют в виду, но предполагаю, что речь идет о том, что Азербайджан в Евросоюз не пригласил. Но с другой стороны, замечу, что и Турция, которая является соратником Азербайджана, в Евросоюз так и не вошла. Хотя является кандидатом в Евросоюз очень многих лет. Поэтому, может быть, в этом двойные стандарты, что вас приглашают, а их нет. Но надо тоже иметь в виду одно важное обстоятельство. Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. Да, это так. Это не значит, что его не будет. Я не говорю, что его не будет. Я говорю, что просто окончательно будет решение Еврокомиссии. Из Совета глав государства правительства. Который находится над Еврокомиссией. Если эти два органа примут решение, вот тогда действительно назад дороги не будет. Только в том, что Европейский парламент очень отчетливо ставит разницу между Арменией и Азербайджаном. Да. Вот в чем вопрос. Такое решение показывает, что разница с точки зрения Европарламента огромна. Иначе бы его просто не было. Это правда. Тут трудно спорить. Вопрос в том, что Европарламент тоже не самый влиятельный. Он скорее орган, выражающий мнение Европы, чем орган, принимающий решения. Но мнение он выражает. Это не на пустом месте происходит. Ну тогда зачем Баку нервничать? Нервничать. Как зачем? А вдруг потом еще и две остальные, два остальных органа проголосуют так же. Тут уже нервы будут большие. Представьте себе, что Армения официально войдет в состав Евросоюза. Вот на площади Брюсселя появится армянский флаг. Это существенный вопрос. Это вопрос денег, это вопрос торговых путей, о чем мы с вашим коллегой, помните? Это принципиальный вопрос. Это даже не вопрос больших денег. Это вопрос мировых денег. Это вопрос, как богатство будет перемещаться с востока назад. Это не просто куда пойдет миллиард долларов туда или сюда. А в том, кто будет на главных путях сидеть. На сегодня Армения все-таки географически находится не на основном направлении развития. Я о географии исключаю. Если она войдет в состав Евросоюза, то она автоматически подключается к этому основному пути. Поэтому я принимаю волнение в Баку, я бы на их месте тоже умолвался. Но это я от себя только могу говорить. Понятно. Дмитрий Анатольевич, тогда скажите, какое влияние может иметь на переговорный процесс отношения Баку с Западом? Ну, процесс может быть очень длительным. Напоминаю, что Турция вступила в переговоры о участии в Евросоюзе в 50-е годы 20-го века. Сейчас у нас 21-й и ВОЗ и ныне там. Регулировать отношения в том смысле, что снять вопрос военных действий, взаимных претензий, это, скорее всего, придает относительно быстро. А вот включить Азербайджан в общий процесс, это будет значительно дольше. Это вопрос ни года, ни двух, ни трех. Понятно. Между прочим, в Азербайджане очередная волна репрессии против журналистов. Теперь слово за Западом. Запад закроет глаза на это? Думаю, что нет. По крайней мере, Европарламент точно не закроет, иначе бы не было той резолюции, с которой мы начали нашу Азербайджан. Это взаимосвязанные вещи. Если Европарламент признает право Армении быть кандидатом, значит, у Европарламента есть существенные претензии к Азербайджану. Не факт, что они верны эти претензии, не факт, что они не верны, но они есть. Вашингтон, кстати, призвал Ваку освободить заключенных по политическим мотивам. Ну, что здесь неопределенно как-то? Вроде Валеев переизбрался без особых осложнений. Для чего тогда все это? Вы имеете в виду репрессии или то, что их потом выпустят? Репрессии, да. Знаете, как в одном знаменитом сих поредине было сказано, ты хаша мне и подруга, а порядок быть должен. Порядок должен быть, должно быть вертикально. Если это на эти журналисты вертикально не вписывалось, значит, не вписывалось. Можно было тоньше работать, наверное, но мы решили идти вот этим путем. Как показывает практика, путь не самый эффективный, но это их дело, они выбрали такой путь. Представьте себе, что не было бы репрессии, что бы мы сейчас с вами обсуждали. Продолжение следует...